Добрый день, дорогие зрители, с вами Bassett, и сегодня мы посмотрим на еще один прекрасный матч по Red Alert 3. В этот раз у нас снова 1-1, в этот раз две фракции Советы здесь появляются. Слева это у нас желтый игрок под ником TheDeadManStrong, и его оппонент под ником Чумовая Чела за империю голубого цвета справа. Такой вот у нас расклад. Карта у нас Cabana Republic, одна из самых интересных на самом деле в режиме 1-1. По крайней мере, на мой взгляд, потому что здесь очень много можно делать на воде. Эта карта вообще достаточно морская, и, наверное, вы замечали, что все карты в Red Alert 3 имеют какое-то водное пространство, да, везде есть какой-то выход к морю. А все просто потому, что именно в этой части разработчики решили, что вот нужно, чтобы игроки использовали все три вида войск сразу, да, и сухопутные войска, и воздушные, и морские. И это был фокус разработки игры, поэтому так много всего происходит на воде. Ну и на самом деле это прекрасно. А бараки Японии уже стремятся, чтобы перехватить этого Иоанна Иваныча, который сейчас пытается захватить нефтевышку, и, увы, сделать это ему, скорее всего, не удастся. Плохо, что на пальму он залазить не может, так бы он, может быть, увернулся. Но сейчас он просто стреляет по этому бараку с пистолетом, пытался стоять, как перед колонной танков, на площади, где ничего не произошло. Но в итоге, к сожалению, этот инженер не зашел в здание, и теперь нужно вызывать бригаду, которая должна помогать здесь с этим справиться. Два ракетчика на месте, Медведь пытается сейчас заблокировать выход из бараков, но, по-моему, шансов на это очень мало. Сейчас будут кидаться, скорее всего, гранаты. Хороший сейчас был блок рыком, один пехотинец оглушен, и этого времени хватит, чтобы избавиться от одного барака. Но, к сожалению, опять-таки, эти бойцы тоже, скорее всего, не успеют отступить. Однако, совет сделал все возможное, чтобы как можно дольше тянуть время и не позволить противнику захватить эту важнейшую точку, которая дает ресурсы. Таким образом, он получил такое, знаете, небольшое преимущество. Хотя, на самом деле, преимущество взять сложно, учитывая, что он, по факту, должен был сам эту вышку перехватить. Еще третий барак разложился здесь. Очень коварная тактика от японца. Он пытается заблокировать местоположение будущей базы. Ну, а пока игроки строятся, давайте возьмем маленькую паузу. Кстати, если вы хотите попробовать какую-нибудь новую игру, воспользуйтесь сервисом Купикод. С его помощью вы сможете решить любую вашу проблему со Стимом. От пополнения баланса до покупки игр, недоступных в России. Вы можете легко, быстро и абсолютно безопасно пополнить ваш кошелек в Стим с самой низкой комиссией на рынке. От вас потребуется только ваш логин Стим, а также мой промокод BASSETRTS, который уменьшит комиссию еще на 2%. Здесь также можно пополнить кошелек казахстанского аккаунта, либо же пополнить аккаунт в долларах. А для заинвестированных пользователей действует кэшбэк на каждое пополнение и покупку. Но самое важное, на Купикоде вы можете напрямую купить множество разных игр, и здесь даже можно приобрести те игры, которые недоступны в Российской Федерации. Весь процесс очень простой. Выберите интересующую вас игру и свой регион, а затем оставьте ссылку на свой Стим-аккаунт. Сервис абсолютно безопасен и не запрашивает паролей. С моим промокодом BASSETRTS вы получите скидку в 10%. После этого оплатите товар картой и не забудьте принять друзья-каунбота, который отправит вам нужную игру гифтом. Кстати, на Купикоде также проходит огромное количество разных розыгрышей и акций. Прямо сейчас вы можете поучаствовать в розыгрыше 8 двойных пополнений. Переходите на сайт по ссылке в описании и не забудьте про мой промокод. У Совета уже есть завод и, соответственно, уже есть первые юниты, которые могут представлять серьезную угрозу для японца. Первый зон побежал. Барак здесь будет произойти, скорее всего, инженера. И похоже, что японец, все-таки, несмотря на все свои старания, так и не успел сделать то, что хотел. Сейчас можно перехватить как Барак, так, кстати, и вторую нефтевышку. Именно на это сейчас надеется игрок. И в итоге Барак был потерян. Хотел его забрать с Советного Японеца. Отказался продавать свои технологии. Две нефтевышки перехвачены. И это уже очень интересный расклад в этой партии, на самом деле. Потому что Чуачелло, игрок голубого цвета, он фактически лишился всех своих преимуществ, которые у него были. Ну а секрет в том, что на самом деле главная его преимущество находится дома. Это лаборатория, точнее, нано-компьютер. На самом деле он не очень даже и нано. Он довольно такой, знаете, гигантский. И, в общем-то, с такими размерами будет произведено что-то очень устрашающее. И вариантов, на самом деле, много. Главный вариант это что-то из Барака. Барак третьего уровня. Уже у него три полоски. Это не Адидас, это Юрика Омега, которая появится уже совсем скоро. И Совет очень хочет избавиться от этого мега-воина-псионика-экстрасенса. И вот она уже на месте. Вот она появляется, эта школьница. Но тут зонд. Зонд был моментально уничтожен. Не получилось перехватить ее. Турелька тоже потеряна. И главная база Совета, скорее всего, будет моментально уничтожена. Также вместе с этим... Ой-ой-ой-ой. Командный центр отправляется в Space. К Щерденко. Как прям из компании Red Alert 3. Полетел он дальше. Но, понятное дело, что уехать отсюда просто не получится. Это шикарный расклад сейчас для японцев. Он просто поражает противника этой неожиданной стратегией. Не то чтобы это прям какая-то уникальная стратегия. Мы уже видели много матчей с этим билдом. Где этот мощный воин-псионик появляется. Но прикол в том, что, конечно, Совет, мне кажется, ожидал этого меньше всего. То есть он даже как бы особо не готовился. Но, наверное, когда увидел три полоски, он понял. Снова крик. Но в этот раз два зонда погибли. Но успели обезвредить главную угрозу. Сейчас. Однако, может быть, придется делать ее теперь заново. Ну, скорее всего, японец уже это сделать не успеет. Тут уже два танка на месте. Так что раш провалился. И партия как бы не окончена. Выглядело все, конечно, так, что вот-вот Совету придет конец. Но не тут-то было. Желтый игрок все-таки смог здесь более-менее устоять на ногах. И теперь ему нужно контратаковать. А японец заказывает просто в наглую супероружие. Что он себе вообще позволяет? Ну, проблема супероружия в том, что оно будет шесть минут заряжаться. И, честно говоря, как бы от него пользы прям такой большой не будет. Но, в общем и целом, у японца очень много других преимуществ. То есть, у него есть Т2 технологии. Он может сразу, в принципе, и в Т3 также зарашить. И начать производить владык Они, которые будут тяжело контриться. Ну, и, в принципе, командный центр позволяет ему делать вообще что угодно. Можно занимать новые базы. Можно продать его. Можно опять пойти в Юрику. На самом деле, вариантов реально просто колоссальное количество. Но он пока выбирает просто пойти в небольшую разведку. Но совет таких, как бы, крутых функций не имеет. Ему нужно отстроить командный центр. Похоже, что он это и делает сейчас, судя по тому, как медленно заполняется голубая полоска. И потенциально можно тоже попробовать вернуться в эту партию. Командный центр стоит дорого. 5 тысяч. Это то же самое, что его, допустим, 5 танков молот. Поэтому, конечно, заказывать это дело довольно рискованно. Здесь зонды не доконтраливает совет. Можно будет сейчас потерять этих зондов. Они тоже дорогущие. И это был очень большой провал. Но проблема в том, что его атаковали сейчас дома. И здесь нужно было как-то отбиваться. Командный центр готов. Единственное, пока что неплохое преимущество совета заключается в том, что у него есть две нефтевышки, которые он перехватил ранее. И эти нефтевышки, конечно, позволяют ему немножечко, хотя бы, как-то компенсировать свои провалы в начале игры. То есть, и в целом, наверное, если все пересчитать сейчас по денежкам, то, наверное, у совета даже не все так плохо. То есть, мне кажется, что он примерно на том же уровне развития, что и японец находится. Но, опять-таки, у японца была лаборатория. Он ее, правда, продал. Но при этом у японца все это время базы добывали. Не было проблем с нарушением поставок экономики. Он не отстраивал командный центр. И, конечно, в каком-то плане, наверное, у него есть небольшое преимущество. Но такое преимущество уже легко нивелировать. Это просто одна удачная атака, и поэтому это не так важно. Здесь сбрасываются токсины, и этот японский ученый просто застыл и испарился. Жесть, что что-то произошло с ним. Просто моментальное превращение в Тархун. Видимо, небольшая такой бак анимации. Противник был устранен. Ну, и японец теперь, конечно, должен пойти в контратаку. Нельзя так просто прощать потери ученого. Нужно попробовать за это отомстить. И вот его первые танки уже поехали. На них наложены маски для экстра-защиты. Но, конечно, проблема есть одна. Это каратель. И против вертолета бороться сейчас просто никак нельзя. Нечем на самом-то деле. Два вертолета уже. Нужно было свои тенгу вызывать. Но против тенгу тоже есть контра в виде этих голиафов. И, конечно, в этом плане японец немножко здесь непродуманно действует. Он просто решил заражить, уничтожить экономику противника. Не то, чтобы это было хорошее решение. А, это был не просто танк. Это была маскировка под танк. Кстати, я даже этого сразу не определил. Это было очень коварно. И теперь японец, ну, ничего не сможет сделать все равно. Потому что, да, слишком много вертолетов. Оказывалось бы, что, может быть, удастся забрать завод хотя бы какой-нибудь. Да, такая прикольная была диверсия. Но тупо не хватило ПВО, честно говоря. И вот вся эта операция обернулась полным провалом. И теперь нужно делать что-то иное, конечно, да. Нужно как-то подумать о том, как может камбэкать против Совета. Совет почти уничтожил при этом третью базу японца. Если она будет потеряна, это точно будет фиаско. Уже будет очень сложно отстроиться сейчас. Но, кстати, Совет ее, скорее всего, не топьет. Или, или нет. Он ее все-таки добивает. Ай-яй-яй, как же все плохо стало складываться сейчас для японца. Учитывая то, как хорошо все шло изначально. Но, с другой стороны, Совет тоже, скорее всего, добить сразу вот так не сможет. У него нету в наличии танков, которые могли бы избавиться от вертолетов. Но сам Совет уже на третьей базе. Поэтому он себя чувствует очень комфортно. Так что, так или иначе, у Японца сейчас, конечно, большие трудности. Возможно, не стоило продавать вот этот нано-компьютер. Возможно, стоило попробовать все-таки заново выйти в Юрюка Омега. Да, мне кажется, это было бы... Ну, по крайней мере, в этом я вижу больше смысла, чем просто потом переходить в стандартную игру. Но, как сказать, да, тут не все так просто. Все-таки игрок очень опытный. Чувачело намного больше знает про родолеты, чем я. У него больше в разы сыграны игры на высоком уровне. Поэтому, конечно, может быть, он посчитал, что это будет слишком предсказуемо. Это будет слишком уязвимо. И, может быть, лучше сделать вот так. Лучше задраться. Залетает он прямо с холма. Отличная позиция. И спокойно уничтожаются все голиафы. И Совет здесь будет пытаться отступить. Но в этот раз японец его перехватывает абсолютно полностью. Потеряна вся армия. Хоть и небольшая, но все-таки крайне ценная. И теперь у Совета будут большие трудности. Самого Совета, кстати, при этом есть уже третья база. Его главная база. Его главный командный центр направляется сейчас на новую локацию. Но при этом, конечно, все равно это очень плохая ситуация. И, скорее всего, может лишиться и своей третьей локации. Из плюсов только то, что сейчас, конечно, у самого японца нету своей локации. И он не добывает новые ресурсы. И это очень важно. Это может сыграть злую шутку с ним в долгосроке. Нужно быть очень осторожным сейчас. И как бы вот именно это и пытается сейчас сделать этот игрок. Он пытается как-то вот напасть на Совета, где он наиболее к этому не готов. Но, по-моему, он сейчас просто немножко так растерялся. И тратит время. То есть ему нужно попытаться забрать было вот эту базу в первую очередь. Ну, а потом все, что к ней уже прилагается. Да, может быть, напасть уже потом на главную. Но самое страшное, что Совет уже на четвертую выходит. То есть сейчас японец про это не знает. Но, мне кажется, эту базу он отобьет без проблем. То есть здесь просто защищать ее нечем толком. И Совет будет сложновато от нее как-то от этой армии отбиться. Хотя нет, каратели сейчас их хоть и нет на этой локации. Но здесь, видите, очень много голиафов. Хотя, кстати, смотрите, танк-то в одиночку не справляется. Сейчас нужно просто красиво размикрить все это дело. И япония, кстати, скорее всего, у него это все получится. Но успеет ли, успеет ли. Танк надо было добивать любой ценой. В итоге действительно будут потеряны танки-голиафы. И вертолеты все еще уцелели. Хороший был микроконтроль от японца. Не идеальный, но достаточно хороший, чтобы одержать победу в этом столкновении. И теперь нужно просто добить эту базу как можно быстрее и сваливать отсюда. И как можно скорее. Потому что у Совета уже есть четвертая база. И Совет будет пытаться мстить. Но опять-таки, да, учитывая положение, учитывая, что у Совета уже очередная локация готова. Как-то, знаете, нету вот большого профита от этого размена. Супероружие заряжено, но опять-таки тоже бить им некуда. Не понятно, зачем оно было построено. Это был такой троллинг, наверное, в каком-то плане. Ничего, челом, может быть, слишком был в себе уже уверен в этой партии. Но по факту, куда бить этим супероружием? Я вот не понимаю, честно говоря, да? То есть удар будет нанесен по главной базе, видимо, да? Типно, вот этот купол здесь и взрыв. Ну, красиво, конечно. Очень красиво, но... База была потеряна! Черт! Я даже не сразу это заметил! Ай-яй-яй! А это серьезно. Видимо, ее кто-то продамажил ранее настолько сильно. И теперь база взорвалась при ударе супероружия. Тогда, пардон, мои изменения. Это было очень хорошо. Это было правильно. Это было красиво. И действительно супероружие себя окупило. Ну, честно говоря, изначально я все равно склоняюсь к тому, что это был такой некий троллинг и моральный урон, так сказать. Потому что, ну, согласитесь, 5 тысяч тратить на эту суперпушку, которая раз в 6 минут сносит базу. Вы можете 6 вертолетов на эти деньги построить. И с большей вероятностью вообще держать победу в партии за один раз. Пошла сейчас атака на этом направлении. Аэродром потенциально может быть потерян. Но, наверное, нет. Не успеет. В никаком случае не успеет. Собьет, может быть, 1-2 Амига. Может быть, даже от карателя избавится. И на самом деле, да, эти вертолеты пока такая вот очень мощная группа войск для Совета. Совет здесь сейчас потеряет Аэродром. Нужно взлетать срочно Мигами. Амиги уже и не там. Они улетели в другую сторону, да. Но, конечно... Да. Ситуация неприятная. У Совета потерял все производящие здания, по сути, сейчас. И нужно просто ему отстраиваться где-то в другом месте. Правда, конечно, здесь у Японца уже элитный вертолет. Очень опасный, кстати. У него фиолетово-розовые ракеты, которые бьют дальше и больнее. Ну и реально, что делать Совету? У Совета, по сути-то, экономика здесь, кстати, не работает. У него здесь протест. Пролетарий отказывается работать за такую низкую зарплату. И соцквартира ему не понравилась. Поэтому он не собирается добывать золото. Не хочет быть стахановцем, очевидно. И это большая проблема. В Родолерте, кстати, нет оповещения о таких ситуациях. И вот комбайн иногда просто не добывает. А игрок про это даже не в курсе сейчас. И это очень, на самом деле, огромный минус. Потому что, ну, так можно реально всю игру просидеть, по сути, на одну базу меньше. Эта, кстати, локация полностью продается. Я не знаю, не совсем понимаю, почему. Потому что, может быть, он посчитал, что важнее здесь достроить Теслу. А, и Тесла, кстати, здесь будет достроена. Но подводные лодки Японии от нее избавляются. База, может, была продана, потому что уже был риск и уничтожение. Но, честно говоря, я не очень понял этот мув. Не до конца, да. Учитывая, что комбайн-то там был. Можно было просто отправить его добывать. И, как бы, ну, ресурсы бы он тоже получил. Ну, да ладно, не знаю. Может, случайно мискликнул. Такое бывает тоже. Не совсем я это понял. Может, кто-то в комментариях пояснит. Я не выкупил этот момент. Разве что, чтобы быстрее достроить Теслу, да. И получить какую-то оборону. И электричество. Но, честно говоря, не знаю. Стоило ли это того, на самом-то деле. Здесь снова подводная лодка на месте. Будет, скорее всего, подрывать просто комбайнов. Тут вообще нет никакой защиты. Конечно, достроится одна Тесла. Здесь, кстати, сброшен Тархун на Тенгу. На Тенгу достаточно много хитпоинтов. Они не помрут от этой зеленой жижи. Но все-таки урон получит. Их придется потом отводить на ремонт. Завод однозначно будет потерян. Но зато совет сейчас, скорее всего, закрепится на воде. У японца при этом три локации. То есть, нельзя сказать, что он тоже в хорошем положении. У него там, правда, нефтевышка есть все это время. И в итоге, да. Совет все-таки сдается. Он понял, что... Ну, четыре базы у него было. Но, как бы, войск как таковых нет. Ситуация тяжелая. Супероружие по нему ударило. И вот все. Мораль кончится. Хотя еще можно было посопротивляться. Но он решил, что нет. С меня хватит. Признаю. Проиграл. Так бывает. Ну, а на сегодня все, друзья. Спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Желаю вам всего хорошего. Всем пока. И до новых встреч.